Один из самых простых рецептов мясного блюда в духовке. Всем привет! Вы на канале Art Gustav Kitchen и я сегодня представлю рецепт мяса, приготовленного на шпажках. Будет выглядеть как шашлык. Сделайте, не пожалеете. Начинаем. У меня 800 грамм антрикотов, соль, перец, специи для мяса, масло растительное и репчатый лук. Точное количество ингредиентов, как всегда, в описании к ролику и в бегущей строке. Так как антрикоты продаются с ребрышком, то косточку я вырезаю, а заодно и лишний жир убираю. Не весь, конечно, иначе мясо получится сухим. Куски мяса сначала нарезаю на полоски той же толщины, что и сами антрикоты, затем режу их поперек по 4-5 см в длину, укладываю в чистую сухую салатницу, солю, перчу, и добавляю специи для мяса, у меня это для свинины. Руками все перемешиваю и оставляю мариноваться на полчаса. Кусочки мяса небольшие, вполне хватит и этого времени. Масла сейчас не добавляю. Спустя полчаса включаю духовку на разогрев в режиме вверх и низ при температуре 200 градусов по Цельсию и беру две вещи, которые к ингредиентам не относятся. Это стеклянный противень с высокими бортами и шпажки чуть длиннее ширины противня. Нанизываю мясо на шпажки и ставлю эти маленькие шампура на борта противня, который сегодня служит нам маленьким мангалом. А вот теперь, когда соль без всяких помех уже впиталась в мясо во время маринования, можно и смазать шашлычки растительным маслом. Делаю я это кулинарной кисточкой, смазываю со всех сторон. Пока я подготавливал мясо к жарке, духовка уже разогрелась. Отправляю туда противень на 25 минут. За 5 минут до готовности духовку перевожу в режим гриль и устанавливаю температуру 220 градусов, чтобы получить поджаристую корочку. А пока мясо доходит до кондиции, нарезаю половинку средней луковицы на полукольца. Для подачи я выбрал вот такое красивое блюдо. Вынимаю противень, перекладываю шпажки на блюдо и украшаю мясо лучком. Ну и попробуйте, скажите, что это было сложно, а ведь получилось ароматное, вкусное и красивое блюдо, подходящее для любого случая. Друзья, готовьте вместе со мной, готовьте как я, готовьте лучше меня и помните, приготовленное своими руками всегда надежнее. С Вас подписка, включение всех оповещений, если нравится рецепт, то ставьте лайк и черканите пару слов автору в комментариях. Вам это не сложно, а мне приятно. До новых встреч!